Продолжение следует... ...после радикальной простатэктомии. Выполнение тазовой лимфодисекции является неотъемлемой частью оперативного лечения больных с раком предстательной железы, что позволяет достаточно точно стадировать патоморфологически, определять необходимость в адевантной гормональной терапии и максимально снизить риск развития рецидива. Частота обнаружения метастаза в лимфатических узлах снизилась и варьирует от 5 до 10%. Мы наблюдаем за последние 10 лет, что значительно данная частота снизилась в связи с широким внедрением в нашу практику ПСА диагностики, методов визуализации, ультразвуковой диагностики и МРТ. Каким же пациентам показано выполнение лимфодисекции? Это пациенты, которые имеют высокий риск биохимического рецидива, это пациенты средний риск, который мы оцениваем индивидуально по дооперационным номограммам. Выполнение лимфодисекции пациентам с низким риском не совсем оправдано в связи с шестотой выявления метастазов не более 1%. Какие виды тазового лимфодисекции на сегодняшний день мы используем и пользовались, это ограниченно и стандартно, но широко мы сейчас используем именно расширенный и супер расширенный объем. По данным и по рекомендациям Европейской ассоциации урологов, если есть риск поражения лимфатических узлов у пациентов с ракопредстательной железы более 5%, по данным номограмм, то это показание к выполнению именно расширенной тазовой лимфодисекции. Из общего числа всех переоперационных осложнений от 3 до 8% напрямую связано с выполнением именно тазовой лимфодисекции. Чаще всего встречается тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия, травма мочеточника мочевого пузыря, травма запирательного нерва, повреждения сосудов брюшной полости и малого таза. Какие же мы встречаем лимфогенные осложнения? Наиболее часто встречаются лимфатические кисты или, как мы называем, лимфоцели. Чаще всего это асимптоматические до 43%, тогда как симптоматические всего лишь 8%. Это лимфория до 12%, лимфостаз половых органов до 11% и лимфостаз нижних конечностей до 4%. Какие же патофизиологические основы лежат в основе развития лимфогенных осложнений? Это прежде всего повреждения лимфатических сосудов. Етрогенного происхождения, когда мы выполняем лимфодисекцию, мы повреждаем лимфатические сосуды. В свою очередь лимфатические сосуды не имеют гладкомышечных клеток, что теряет способности к вазоконстрекции. Лимфатические кисты, как мы уже сказали, лимфоцели – это скопление свободной лимфатической жидкости в ограниченном пространстве. Чаще всего лимфокисты выявляются и образуются в области между полем выполнения лимфодисекции и стенкой мочевого пузыря. Сами по себе лимфокисты не являются истинными кистами, это псевдоцисты, поскольку в их составе, в их стенке не имеются эпителиальные выстилки. Лимфостаз половых органов и нижняя конечность связаны с дисбалансом между производством лимфы и транспортировкой, что связано первоначально с повреждением лимфатических сосудов. Данное исследование демонстрирует результаты и частоту лимфогенных осложнений у больных, у 1163 больных, которым была выполнена позиделонная радикальная простактектомия. Из них не всем пациентам была выполнена лимфодисекция, но тем не менее частота образования в данном исследовании продемонстрировала следующие результаты. Лимфокисты были выявлены у 26%, из 1163 пациентов у 276 лимфокисты были асимптоматические, и только у 28 пациентов были симптоматические лимфокисты, что потребовалось дополнительного хирургического вмешательства ввиду проявления клинической симптоматики. Еще одно исследование, достаточно интересное исследование, которое также демонстрирует частоту лимфогенных осложнений в зависимости от расширения поля лимфодисекции. 123 пациентам выполнили радикальную простатектомию. Пациенту с одной стороны выполнялась расширенная тазовая лимфодисекция, тогда как с другой стороны только выполнялась лимфодисекция в объеме стандартном. На той стороне, где выполнялась расширенная тазовая лимфодисекция, у 8 больных были выявлены метастатические пораженные лимфоузлы, тогда как при стандартном объеме на стандартной стороне лимфодисекция только у троих. Частота выявления лимфатических кист составила, у 4 больных были диагностированы лимфокисты, повреждения мочеточника интероперационного одного пациента, абцесс малого таза в связи с инфицированием лимфокисты у одного пациента, отек нижних, конечно, у пятерых, тромбоз глубокий вен нижних, конечно, у двоих. Чаще всего осложнения встречались именно на стороне выполнения расширенной тазовой лимфодисекции. Достаточно еще интересное исследование в связи с тем, что в нашу практику широко внедряется роботосистема радикальной простатектомии. В 415 больных был проведен анализ, частота встречаемости лимфокист составила 3%, частота лимфорея 4%. Из нелимфогенных осложнений чаще всего встречалось недержание мочи. Какие же факторы способствуют развитию лимфогенных осложнений? Опыт хирурга. Безусловно, чем опытнее становится хирург, он чаще начинает расширять поле лимфодисекции, становится смелее и тем самым удаляется больше лимфатического узла, больше повреждается лимфатических сосудов. Логично. Возраст пациента. Синдром недостаточности питания, снижение реперативных свойств организма. Индекс массы тела пациента. Спорный вопрос. Нет исследований, которые доказали бы, что индекс массы тела влияет на образование лимфокист, а также на длительность лимфореи. Но есть исследования, которые сделали вывод, что чем больше индекс массы тела, тем чаще у этих пациентов выявляются именно симптоматические лимфокисты, и они плохо поддаются консервативной терапии. Антикоагулянтная профилактика. Поскольку лимфия также содержится в факторе свертывания, поскольку низкомолекулярный гепарин может оказать существенное влияние на время закрытия афферентных лимфатических сосудов, и увеличение таким образом частоты развития лимфатических осложнений. Транспиритениальный и экстрапиритениальный доступ – это наиболее, наверное, на сегодняшний день фактор, который исследуется и исследуется. Но есть те исследования, которые доказывают, что данный фактор может повлиять на уменьшение лимфокист и на длительность лимфореи. Есть и противоположные исследования, которые показывают обратную сторону. Методы профилактики лимфогенных осложнений. Лигирование лимфатических сосудов. Достаточно интересное исследование, не относящее к онкологическому профилю, но тем не менее. В этом исследовании сравнивали титановую клипсию, ультразвук и биполяр. При биопсии сторожевого лимфатического узла у пациентов с меланомой кожей. К чему же пришли? К тому, что биполяр оказывает существенное влияние на снижение образования лимфокист. Как мы видим, в первой группе, где использовали титановые клипсы, частота лимфокиста составила 20%. В второй группе, где использовали ультразвук, у 19%. Тогда как при использовании биполяра данная частота составила всего лишь 5%. Что касается лимфостатических средств, гемостатических средств, интересное исследование используемое тахносило у 60 пациентов, у которых была выполнена позадиилонная радикальная простатектомия. Как мы знаем, позадиилонная радикальная простатектомия в своем классическом виде. Это не обращенный метод. И в первой группе использовали тахносил, когда в второй группе стандартный метод без использования. И мы видим, что в первой группе частота лимфокиста составила 16%, тогда как во второй группе 63%. Что касается формирования париетального брюшинного лоскута. Достаточно интересное исследование. Лапароскопическая простатектомия вне брюшинной, экстрапиритониальным доступом. В первой группе, после завершения основного этапа, уже после наложения визикоуритрального анастомоза, в данном исследовании проводили перитомиальную фенестрацию с целью создания сообщения между малым тазом и брюшной полостью, что способствовало перераспределению лимфы из малого таза в брюшную полость, исходя из соображения реабсорбтивных свойств брюшины. В второй группе брюшина оставалась нетронутой. Что в итоге мы получаем? Что лимфатические кисты в первой группе выявляются у троих больных, тогда как во второй группе у 16. Симптоматические лимфокисты не были диагностированы в первой группе, тогда как во второй группе количество сформированных симптоматических лимфокист составило 7. У 7 больных. Наше исследование, еще проведенное в Институте Герцена под руководством Кирилла Михайловича Нишко, мы оценивали длительность, объем и частоту возникновения лимфореи и лимфокист после радикальной позиделонной простатектомии с расширенной тазовой лимфодисекцией с последующим выполнением лапаротомии. Как мы видим в данной таблице, что основной контингент пациентов, который мы включили в исследование, это пациенты с совместно распространенным, с высоким и промежуточным риском биохимического рецидива. Наша методика заключалась в том, что после уже наложения визико-эритерального анастомоза и проверки последнего на герметичность, мы подтягивали пароэтиральную брюшину и при помощи монополяра рассекали брюшины по лотериальным каналам. Таким образом создавалось искусственное сообщение между малым тазом и брюшной полостью. Окончательный вид после широкого рассечения пароэтиральной брюшины. И в итоге, по нашим результатам, мы страховые дренажи удаляли из полости малого таза на вторые сутки. Симптоматические лимфокисты были диагностированы в той группе, где мы не рассекали брюшины у восьмерых больных, тогда как во второй группе только у одного пациента, где мы рассекали пароэтиральную брюшину. Лимфория в первой группе в среднем составила 6 дней, тогда как во второй группе в среднем составила 3 дня. Что касаемо лечения лимфокистов, основным и достаточно эффективным считается на сегодняшний день в лечении лимфокистов это дренирование и пункции под ультразвуковым исследованием, контролем точнее. В данном случае у восьмерых пациентов мы в пяти случаях провели дренирование лимфокистов и двух случаях пункции лимфокистов эвакуации содержимого, и один пациент остался под наблюдением. У этих пациентов также у двоих наблюдался отек нижних конечностей, у одного пациента был диагностирован тромбоз глубокий вен нижних конечностей. В заключение хотелось бы сказать, опыт хирурга играет колоссальную роль, но осторожность и претензационная техника в выполнении тазовой лимфодисекции – это крайне важные моменты. Предложенная методика как способ хирургической профилактики лимфореи и лимфокистов у больных с раком предстательной железы после радикальной простатектомии с расширенной тазовой лимфодисекцией позволяет существенно снизить риск развития симптоматических лимфокистов и лимфореи. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Маврид Захирович, за интересную методику. Коллеги, вопросы. Много хирургов в зале, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад. Безусловно, осложнения лимфодиноктомии имеют важное значение, хотя, конечно, с накоплением опыта научились с ними бороться. Можно вопрос не по лимфокистам, а лимфоцелям. Меня больше интересует проблема лимфостаза после расширенных лимфодиноктомий. Скажите, есть ли у Вас опыт наблюдения появления отсроченного лимфостаза через 2-3 года после выполнения расширенной лимфодиноктомии по поводу ракопредстательной железы? Или, может быть, у коллег из президиума кто-то поделится опытом? Безусловно, такая проблема существует. К сожалению, у нас такого опыта нет. В основном мы встречаемся с лимфостазом нижней конечности не у тех пациентов, которые мы прооперировали, а у тех пациентов, которые генерализованных пациентов, которые имеются местный распространенный процесс. Когда именно обструктивного характера, когда нарушается отток лимфы из нижних конечностей. В основном этих пациентов мы отправляем к сосудистым хирургам. И основной рекомендацией это детролекс, ношение чулков. Больше ничего. Ну, наверное, эти больные нуждаются в специальном лечении, как бы противоопухолевой терапии, наверное, лекарственной терапии. Нет, безусловно, они получают терапию, но это я исходя из нашего опыта, который мы получаем этих пациентов, когда уже генерализованы, когда имеют сопутствующие заболевания теми или иным причинам, или проводится терапия, она недостаточно эффективна, или же они не получают терапию. Нет, мне просто интересуют именно больные, которые нет. Отсутствует рецидив, заболевание, отсутствие прогрессирования, но развивается лимфостаз вследствие как раз выполнения операции. Может быть, что-то провоцирует с развития этого лимфостаза через 2-3 года. Может быть, Ваги Ахмедович или Селу Борисович прокомментирует. Я бы ответил, да, очень редко после чистой, так скажем, расширенной тазовой лимфоадоноктомии, очень редко. Может, в одном случае быть так. А в основном это касается больных, которые получили комбинированное лечение, то есть адювантную лучевую терапию. У них вот часто бывает, и даже более 10%, у них почаще. А чисто после хирургии мы всем делаем расширенную лимфоадоноктомию, всем, без учета даже группы риска. Ну, чтобы лимфостаз нижних конечностей, полога, очень редко. Мне кажется, что проблемы чаще развиваются у пациентов, у которых развивается венозный тромбоз. После операционного тромбоз глубоких вен развивается. Или во время лимфоадоноктомии повреждена подвздошная вена, и она ушита и заужена. У этих пациентов часто развивается венозная недостаточность не с лимфостазом, а с отеком, который может не уходить даже через длительное время после операции, несмотря на прием антикоагулянтов. А так я согласен с Вагиф Ахмедовичем. Довольно редко мы видим эти осложнения. Но здесь еще такой момент. Мне кажется, что, я не знаю, все хирурги или не все убирают лимфоузел Клаквета, где сосуды лимфатические как раз с бедра переходят в малый таз. Если его не убирать, этот узел, мне кажется, что частота меньше будет этих осложнений. Принципиально это никак не влияет на результаты диагностические. Спасибо. Согласен тоже. По моему опыту немного, Александр Михайлович. Можно вопрос? Еще надо поискать. Может быть, метастазы со временем выше развиваются. Зоны диссекции. Это, может быть, один из складов. Прошу прощения. Нет, я вам сказал. В зале еще вопрос. В зале вопрос. Микрофон дайте, пожалуйста. Благодарю за интересную презентацию. И вопрос к уважаемому докладчику и членам президиума. Встречали ли вы в своей практике такое, ну, достаточно редкое осложнение после обширных тазовых лимфодисекций, забрюшинных, как хелиозный асцит? Если да, то как наиболее эффективно вот с этим осложнением можно бороться? Ну, после простатокотомии такое, конечно, редко, потому что в обычной ситуации лимфа всасывается брюшиной, и очень редко бывает. Если нет диссиминации процесса, если там, в принципе, там в отдаленных лимфоузлов нет метастазов, это казуистика, я думаю, да. А презабрюшинный лимфодисекция? Ну, это возможно. Ну, если, да, если там, я еще раз говорю, высокий блок, если выше, средостейный блок, если где-то выше, лимфодоток нарушен, тогда возможно. А если такого нет, брюшина хорошо всасывает, поэтому... На моей памяти, может быть, 2-3 пациента, которые пришли с хелиозным асцитом, которые пришлось дренировать, но все равно в конечном итоге все разрешилось в дренировании. Все, благодарю. Спасибо. А вопрос можно? Вы защитили диссертацию или будете? Буду. А, скоро, да? Да. Вот, значит, вот запишите вопрос, наверное. Ну, да, я задавал вопрос вашему учителю, он так-то не совсем хорошо ответил. Вот в отношении, вы предлагаете методику растечь широкую брюшину и при этом там широкие сообщения делать, при этом лимфодисекция расширена. Не увеличивает ли это риск развития, например, кишечной непроходимости, спаечной кишечной непроходимости или какие-то вот внутрибручные осложнения? Безусловно, такой вопрос уже возникал, в принципе. Но частота таких осложнений не наблюдается ни у одного пациента, не было. В нашем наблюдении, по крайней мере, мы не встретили. Я не знаю, Кирилл Михайлович, что ответил, но, по крайней мере, именно... Нет, он ответил, после анализа уже начали эти осложнения. Поэтому, да. И еще один вопрос такой, тактический, вот, наверное, много их коллег интересует это. В отношении, уже сформировалась лимфокиста, да? Пунктировать или лапароскопическую финистрацию делать? Вот эффективность пункции, пункционных методов лечения. В вашей практике, как вы посмотрите? Мне кажется, это больше зависит от локализации, анатомической локализации лимфокисты. Это раз. И второе, насколько она асимптоматическая или симптоматическая лимфокиста. Если мы говорим про асимптоматические, они, в принципе, не требуют каких-либо пункций и дренировок. Если это асимптоматическое, наиболее эффективно считается дренирование или пункция. А что вы предпочитаете? Ваши и ваши пункции? Я предпочитаю дренирование. Пункционные? Да. И маленький комментарий. Недавно были опубликованы данные исследования рандомизированного. Два, точнее, рандомизированных исследования, которые показали, что расширенная лимфодисекция при раке предстоятельной железы не дает преимущества выживаемости. Поэтому, стоит ли нам ее выполнять расширенную? Большой-большой вопрос с учетом возможных осложнений. Всегда надо взвешивать потенциальный риск осложнений и потенциальные преимущества, которые в данном случае мы можем получить или не получить. Поэтому вопрос неоднозначный и до сих пор остается. Ну, всем подряд точно, мне кажется, нет смысла делать расширенную лимфодиноктомию. Ну, да. Но это, конечно, школа определенной хирургии, она нужна. Но, с другой стороны, мы должны думать и о судьбе наших пациентов. Последний вопрос, пожалуйста. А что делать с пациентами, у которых возникла миграция стадии или миграция кисоксисонной, которым мы не сделали лимфодиноктомию? Нужны ли? Достаточно сложный вопрос для того, чтобы осмыслить, но я не совсем понял. То есть мы, как бы, средний риск промежуточного у нас есть, в принципе, широко, как бы, лимфодиноктомию. Сделали простатоктомию без тазовой лимфодиноктомии? Окончательная гистология пришла, глисон 8. Разумеется, тогда по намограммам риск развития метастазов 14%. Мы должны были сделать лимфодиноктомию. Следует ли этих пациентов повторно брать на операцию 100 на лимфодиноктомию или динамическое наблюдение? Гайк, я думаю, все-таки ответ прозвучит. Нет, не стоит туда заново лезть и сделать лимфодисекцию от того, что мы забыли. Даже исходя из того, что мы только что прозвучали результаты исследования, которые не показали, что лимфодисекция никак не влияет на общую выживаемость пациента. Поэтому лезть туда не стоит. Сосед по палате, у него исходно глисон 8. Будем делать ему лимфодиноктомию? Соседу же вчера не сделали? Я бы не сделал бы. Спасибо. Отдайте рефери патологоанатому, и вам найдут другие цифры, бывает, понимаете? И так бесконечно вы можете гоняться за стадиями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ